Взяли наши 18 грамм, хорошенечко вынесили, скатали шарик, чуть-чуть вот так вот сделали, получаем вот такое вот тельце, по высоте оно у нас всего 3,5 сантиметра, по ширине где-то 2,7, вот такой вот мальчик у нас будет. Так, скатали шарик, начинаем выкатывать такую капельку, она у меня где-то почти 3,5 сантиметра, прибили вот здесь, такую ножку создали, она у меня получилась 2 сантиметра. Так, мы сразу эту ножку с вами разрезаем на 2 части, ну вот как у них ножки вот эти вот, сразу делаем здесь такой вот заворотик, вот такая у нас ножка получается. И сейчас делаем ручки, все то же самое, катаем капельку, у него такие массивные ручки у них, и режем все это дело на 3 пальчика. Получается первое, как варежку мы ее делаем, и потом эту варежку режем пополам, получаем такую вот ручонку. Так, я ничего не приклеиваю, потому что здесь ничего до конца еще не сделано, это мы просто сейчас все сделаем, а потом все это вместе соберем. Взяли 3 грамма, на ручке его сделать прибили, наш подсырек здесь получается у нас как бы выпуклые части, здесь ровная, вот эту ровную часть мы прикладываем. Если плохой липкий слой, значит обязательно мы с вами должны сначала обработать клеем, у меня слой хороший, поэтому клей не обрабатывает. И делаем вот такую вот штучку. Вот так. И теперь делаем следующее, мы вот здесь по краешку проходим. Получается у нас вот такая вот передняя часть. Сразу я ее оранжевым красителем тут. Вот она у нас получается. Теперь мы... Вот так сделали прибили на ручке, получилось у меня 3,5 на 4 сантиметра, такой панцирек. Теперь мы его сразу сделаем рисуночек на нем. Вот так. Вот такой рисуночек. Если есть темный, коричневый, либо черный, можно слегка тоже сразу потонировать. Вот так вот. Если плохой липкий слой, значит обязательно воспользуйтесь клеем. У меня опять же с липким слоем здесь проблем нет, поэтому все вот так вот склеиваем. Сейчас приклеим ушки. Хочу я сделать веревочки ему. Буду я делать красненькую черепашку. Мы сейчас должны ему на ножках и на ручках сделать веревочки. Берем, катаем тонкие жгутики. Просто они у нас такие маленькие, очень получаются наши черепашки. Поэтому мы катаем жгутики. Вот так вот их приклеили. Если плохой липкий слой, значит обязательно смазываем клеем. И начинаем вот так вот их делать. На голову нам нужно 35,8 грамм. Можете 36 грамм. 36 грамм я себе спешу. Итак, смотрите, что мы делаем дальше. Скатали мы шарик. Стараемся, чтобы наши шарики были без заломок, без крещен. То есть хорошие, красивые, ровные шарики. Смакаю зубочистку в клей. Надеваю ее на свою фигуру. И сверху тоже тут смазываю клеем. Вот мы скатали наш шарик. Теперь мы с вами визуально делим голову пополам. Так вот. Часть у нас должна быть ровная. Вот такая вот должна быть голова. Такая вот. Это у нас по сантиметру, я сейчас скажу. Это у нас 4 на 4, грубо говоря. Вот такая вот. Сделаем мы его таким рубашечкой. Мы делаем здесь такую насечечку. Делаем так. И теперь нашим стеком косточка. Делаем вот такую вот тырочку. Вот так. Сюда вставляем в тырочку кусочек белой мастики. Вставляем туда внутрь. Теперь мы делаем... Ой, нет, знаете... Самое главное, чтобы ничего не вылазило. Все должно быть четко в ячеечке. Теперь нам нужно сделать следующее. Это вот так вот. Мы с вами делаем такую, как полосочку. Сейчас даже скапельную возьму. А то толстые такие линии получаются. Вот так. И каждую мы с вами еще. Вот так вот. Как зубики такие. Такой он у нас получается. Берем опять красную мастику. И катаем ему ленточку. По сантиметрам она у меня один сантиметр. Вот. Мы сделали вот эту вот ленточку. Теперь нам нужно с вами сделать следующее. Ну, куда это ты? Делаем мы здесь вот такой вот зажимчик. И слегка как бы подтягиваем здесь. Вот так. То есть. Ничего особенного. Теперь берем стек шарик. Делаем такие вот большие углубления. И вставляем глазки. Глазки это у нас просто кусочки черной мастики. Скатали два вот таких черных глазика. Сразу вот так смажем клейком. Глазики наши уложим. Вот такой у нас черпашонок появился. Мы сразу здесь все клеем смазываем. И сажаем его на тельце. И на завязочках нам еще нужно сделать ему эти завязочки. Завязочки сделаем мы сбоку. Делаем, катаем две такие капельки небольшой. У меня это полтора сантиметрика. Делаем, прицепляем наши капельки. Вот так. Вот такой деловой черепашонок. Хочу сделать пиццу. Показать как это делать. Для пиццы нам с вами понадобится кусочек светлой мастики. Такой светло-коричневый. Будем делать типа зажаристую мастику. Скатали вот так кружочек небольшой. Это у нас четыре с половиной сантиметра. Теперь берем кусочек белой мастики. Кусочек желтой мастики. И нам нужно сделать такой легкий, легкий желтый цвет. Вот такой вот, легкий желтый цвет. Ну вот супротив этого, видите, бледный. Мы его аккуратненько вот так вот растягиваем. Прикладываем к нашей пицце. Ой, 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 ой. Не того, не того. Не того, не того. Прошу прощения. Сначала красный надо сделать. Сейчас, мне не хватит этого кусочка. Красный сначала. Можно даже не такой красный, а вот можно даже вот бледно, такой, как бы красный, взбледнувшийся. Сынок папы черепахи. Вот взяли вот этот красный цвет. Можно оранжевый, в принципе, даже оранжеватый. Сначала его мы приклеиваем. Вот сюда. Потом приклеиваем вот этот желтенький. Даже поменьше возьму. Вот что-то сильно жирный кусманчик получается у нас. Так. Так, здесь все вот так подтягиваем. Сразу вот такие делаем отсылочки. Кое-где и везде. И еще нам понадобится солями. Для этого мы с вами берем красный и черный цвет. Перемешиваем их между собой. И получается у вас вот такой вот цвет. Цвет, похожий на соля. Так что берем, катаем небольшие шарики на столе, либо на пальчиках. Расплющиваем. И вот кусочек этой пиццы хочу дать своему черепашонку. Отрезаем. Вот смотрите, как классно у нас разрезик такой. Прям вот, прям пицца. И вкладываю ему в его ручку. Надо еще, знаете, можно еще как сделать? Еще такой имитировать укус. Тогда просто отрезать кусочек. Можно даже вот как на два раза. Как будто он уже грыз мой там чуточек. Так вот. У него такой кусочек пиццы есть. Вот смотрите, какая прелесть у нас получилась. Итак, вот представим, что это наша моська. Разделим ее пополамчик, как всегда. И вот, например, вот одну я вам показала. Можно, например, еще сделать немножко по-другому. Я тоже так иногда делаю. То есть делаем мы два вот таких углубления. И вставляем зубки вот сюда. Но тогда у него мордашка получится более злая. То есть вот такие зубки мы вставляем с двух сторон. И мордашка получается злая. Чем ближе эти зубки друг к дружке вы ставите, тем более злая у него будет мордашка. Ну вот здесь плохо видно, конечно, на всем этом. Но я надеюсь, что вы меня поняли. То есть чем меньше вот это расстояние, тем больше получается злой личико. Если вы не хотите злых лиц, тогда делаем просто... Можно делать просто улыбочку, как всегда. По весу наша черепашка получилась 91 грамм. Вот такой малышок. Пиццу взвешу вам, мало ли что. Пицца у меня 14,5 граммчиков получилась. По росту наш малышочек всего 7 сантиметров. Я уже говорила, если вам надо больше, вы всегда можете увеличить. Просто каждая деталь на калькуляторе увеличена на 20, 30, 40, 50 процентов. Получаем как бы более большой вариант данной фигурки.